Марина, ты когда мне звонила, калейдар у вас проходил праздник? Два года прошло? В прошлом году было калейдар. Значит, мощный праздник в Германии, наш праздник, арийский праздник, праздник солнца, солнцеворот, он без разницы, он везде, он во Франции, в Германии, в России, везде он этот праздник, он единый, понимаете, все арийские народы его празднуют. И вот она мне звонит, значит, рассказывает, что они там выбрали волхва, выбрали там друида, так было, проводили, значит, они там, значит, ну, в общем, пели на русском, на немецком, в национальных костюмах. Это было, ну, единство вот двух народов, я слушал, не верил своим ушам, она мне звонит, я аж заплакал от радости, говорю, Господи, неужели случилось, вот это случилось? А потом, ты вот об этом не знаете, вы не знаете, ребята, я вам еще это не говорил, звонит мне еще один человек, и он говорит на немецком, и тут же его переводит кто-то. Он говорит, я полковник Бутисфера, я вот сейчас, два или три года я в этом, вот, ну, в отставке. Нас заставляет снова поверить в то, что Россия угрожает Германии. Нам втюливают, нам вбивают в голову, что Россия, значит, у агрессора, который придет к нам, и нас, но мы ни одному слову не верим. Я ему говорю, так, а если вас соберут, он говорит, если соберут, заставят воевать, мы оторвем голову всем нашим генералам. Я говорю, слушайте, а дальше что? Дальше-то что? Он говорит, дальше? Объединим две армии, российскую и германскую. Я растерялся, я говорю, а что дальше? Дальше пойдем пить чай. Я говорю, куда? Да к нам, в Германию, сядем вместе, русские солдаты, немецкие, будем вместе пить чай и решим вопросы. Такие? У нас общий враг, англосакс. А у вас там китайцы. Вы нам тут помогаете, а мы вам там поможем. Это мне сказал немецкий, я не знаю его имя, не знаю кто. Вот такие вещи. И я это, не знаю кто, вы сами разбирайтесь, но это из вашей команды был кто-то. А я не верил своим ушам. Вот что происходит в Германии. Также к нам сегодня приехали люди с Америки. Люди хотят сказать слово слова. Поэтому мы приглашаем наших гостей. Будьте добры. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. Мои дети родились там, у меня трое дочерей. Мы приняли такое решение, решили вернуться на родину. Мы все сумасшедшие, все наоборот отсюда туда, а вы оттуда сюда, тут же не живут. Я говорю, а мы не едем жить, мы едем умирать. Я хочу умереть на родине, и мои дети тоже. Вот посмотрите, вот это доллар, 100-долларовая бумажка, она заработанная нами честным трудом, тяжелым трудом, понимаете? Для нас не просто бумажка, это заработанные деньги, 36 часов, пахать, понимаете, и так далее. Вот ради этих бумажек, понимаете, продается все. Вот так я вот вам хочу сказать, лучше покажу, чем что-то говорить. Узбор мы, чем что-то. Спасибо. Это у нас, что вас есть. Кого-то Спасибо. Вот посмотрите, просто что такое русский человек за границей. Посмотрите на русского человека, вот что такое ребенок. Вы не думайте, что там забывают. Микрофон не работает. Не работает. Так скажут. Сейчас скажут. Все, все, все. Они у меня не говорили по-русски. Здравствуйте. Меня зовут Елена Миколаевна. Я хотела сказать про школу в Америке. Про детей там. Во-первых, они полностью, ну они не люди, в принципе. Вот у меня подружка была с детства. Она, ну я пошла на домашнее образование, а она в школу пошла. Ну и вот, и когда, ну она приехала ко мне, она мне сказала, что, ну всякие очень плохие вещи. Сказала, что это нормально иметь там два, там отца, знаешь, это очень нормально. Чем иметь маму и папу, можно, знаешь, как сказать, ну... Иметь папу и папу. Да, да, в принципе, да. Ужас. Да, поэтому, ну я прекратила с ней всякие отношения, потому что ее, в принципе, нельзя исправить. Она изменилась полностью. Представляете, сколько у нас союзников? Союзники везде. Вся Европа. И Америка тоже. Георгий, кстати, вот к этой теме... Слава этим союзникам, а! Сейчас, сейчас еврейским обществом организована школа толерантности в России, в том числе. И вот, вот эта тема, о которой вы говорите, сейчас они добиваются, чтобы преподавать это в наших школах вместо НВП. Просто это даже прозвучало так. Вот как раньше было НВП, сейчас мы добиваемся, чтобы были уроки толерантности. Я уже с этим столкнулась в детском лагере, где как бы лекции о толерантности. Вот нужно как-то это отслеживать строго. Я просто всех призываю, смотрите, потому что придут в каждую школу и будут учить, что девочки могут жить с девочками, мальчики с мальчиками. Это нормально. Сейчас разрешают мальчикам ходить в женский туалет, если он считает, что он девочка. Это все будет идти в наши школы, и мы должны встать там жестким кордоном и не пустить это все. Да, да, да. Еще хотелось бы обратить внимание, вот у нас на свидетельствах написана такая фраза, мы ее, наверное, как за лозунг уже можем провозгласить. Пока мы едины, мы непобедимы. Сегодня мы тоже видим, что куча политических партий, куча движений нас разрывают, мозги уходят, не пойми куда. Но так как мы приняли решение, каждый двигаться в этом направлении, то, наверное, надо не смотреть, что происходит где-то там далеко, а уже здесь, в своем регионе, в своем крае, определить какую-то группу инициативных, ответственных людей, которые будут слушать нас или слышать нас. И уже эти чаяния группы народов выставлять где-то. Поэтому я предлагаю сейчас группе кубанцев избрать представителей Южного федерального округа, избрать своих людей, которые будут представлять ваши интересы перед СМИ, перед какими-то даже государственными делами. А потом, когда мы уже это, сейчас их сберем, мы начнем голосовать по нашему списку, по нашим этим. И вот здесь как раз хотелось бы, чтобы именно ваши руководители, тех, которые или не руководители, или ваши лидеры, тех, которых вы изберете, собрали эти документы. И в тот момент, когда наш Координационный Совет скажет, что пора выходить либо в Москву и непосредственно Владимиру Владимировичу это вручить, либо мы еще где-то через Совет Министров, здесь этот вопрос будет решаться, потому что все неоднозначно. Правила пишем не мы, пишут для нас. Соответственно, они их пишут так, как удобно им. И может быть сейчас будут нужны уже не просто вот эти бумаги, а может просто нужен будет прямой референдум, как это было в Крыму. И уже будет принятие решения. Но каждому донести информацию мы сможем только в том случае, если мы сможем выстроить лифт обратной информационной связи. О том, о чем говорит Георгий Алексеевич. В вашем регионе будут те люди, за которых вы будете голосовать. Я прошу отнестись к этому ответственно. Посмотреть на того человека, который будет представлять ваш регион. Самим принять решение. И постоянно контролировать работу этого человека. Если от него идет плюсы, если от него идет позитив, если вы чувствуете, что что-то происходит на вашей территории, тогда этот человек тот достойный, который будет у вас. И поэтому я сегодня хотел бы, чтобы мы избрали три человека, с которыми уже потом наш конвенционный совет или наш информационный совет будет держать постоянную связь о всех тех необходимых вещах. Вот сегодня задался вопрос. Замечательный вопрос. Ребят, а кому мы пишем? Для кого мы подписываем? А кто здесь будет? Да, правильный вопрос. Да, что-то может быть у нас не так поступлено. Но мы и не хотим идти. У нас нет устава. У нас нет директора этого движения. Потому что что толку его избирать? У нас какую партию, говорят, в России не создай, все КПСС получается. Так давайте, пускай это будут лидеры вашего региона, которые будут независимо от нас решать ваши интересы, чаяния ваши выслушивать и выносить уже к нам, и отстаивать эти вещи, и добиваться их. Вот как сегодня пришел Антон и сказал, да, мы хотим, чтобы у нас было четко прописано. Пускай у вас будет четко прописано. И слава Богу. Поэтому давайте сейчас подумаем и приняем решение простым народным мнением, волеизъявления, за кого бы мы хотели сейчас поставить слово.